Приветствую всех любителей фотографий! Сегодня у меня продолжение фотошколы по работе с камерой Nikon D3300 И по вашим просьбам я расскажу, как я конвертирую файл NF с помощью плагина Adobe Camera Raw Возможности данной программы велики и безграничны Но сегодня мы рассмотрим лишь начальные аспекты Как нам улучшить качество исходных файлов И довести их до более-менее нормального состояния Итак, давайте посмотрим, что чаще всего я делаю Итак, давайте для примера возьмем фотографию вот этой собачки Открываем ее в Adobe Camera Raw И посмотрим те действия, которые я обычно делаю с фотографией И которые советую делать вам Итак, мы открыли фотографию Как видно, сразу бросаются глаза, что здесь немножко неровный горизонт Поэтому вот с помощью вот этого инструмента трансформирования Мы можем автоматически выровнять горизонт Давайте попробуем это сделать Да, вот он немножко у нас исправляется Вот видите, вот такое уже заметное улучшение И, в общем-то, здесь можно изменить не только горизонт, но и в целом геометрию фотографии Но здесь нам это не требуется Поэтому в данном случае мы исправляем только горизонт Затем есть еще вот такая вкладочка, как калибровка камеры И здесь у нас есть пресеты, которые можно использовать Которые используются в самой камере, как Picture Control И здесь есть такие заготовочки для пейзажа, для портрета С камеры стандарт Вот эту вкладку я обычно открываю И, ну, в данном случае что? Давайте попробуем пейзаж Вот видите, здесь немножко изображение стало более контрастным Давайте попробуем стандартный вариант Ну, в принципе, здесь у нас портрет Ну, и в большей степени и пейзаж Поэтому давайте остановимся все-таки на пейзаже И вот здесь немножко более такое темное изображение Более немножко насыщенное по цвету Так, следующий момент, который я чаще всего делаю Здесь вот есть коррекция дисторсии И здесь есть встроенные профили Ставим галочку удалить хроматическую аберрацию Может быть здесь и нет хроматических аберраций Но это не помешает И есть вот еще пункт Активирует коррекцию профиля И уже сам Adobe Camera Raw Определил, что я снимал объективом Nikon Определил, какой объектив И, в общем-то, он уже включил Автоматическую коррекцию дисторсии И вот виньетки Для этого объектива То есть это такая вот заготовка Шаблон такой Для каждого объектива То есть здесь Сама программа определила, что нужно исправить И автоматически это исправляет И, в общем-то, мы выбрали Режим Исправили объектив И теперь перейдем к коррекции Экспозиции Ну, здесь экспозиция Вот, судя по гистограмме Как вы видите, она довольно у нас хорошая Но, тем не менее Давайте попробуем тоже немножко подправить Ну, чаще всего, что требуется Свет, тени Вот, попробуем немножко вытянуть тени Вот, осветлим темные участки И немножко здесь фотография становится поинтереснее И, в принципе, можно немножко приглушить свет Это даст нам более фактурные облака Вот, и Нужно поиграть с контрастом Но, да, здесь вот главное не переборщить Потому что уже выскакивает у нас темный участок Провал в тенях Поэтому лучше мы его трогать не будем Оставим как есть И давайте проверим баланс белого То есть здесь он идет так, как у нас сняты камерой Можно включить автоматический баланс Ну, мне кажется, мы здесь только ухудшили Есть еще заготовки дневной освещения Ну, давайте попробуем дневное освещение Ну, вот, дневное освещение, кстати, хорошо По-моему, ничего и не поменялось Да, то есть как снято И камера довольно точно определила баланс белого И, в общем-то, здесь ничего не надо И дальше мы уже открываем это изображение в Photoshop И можем там уже средствами Photoshop его редактировать И сохранять для дальнейшего использования Вот такие простые действия Я обычно делаю с файлами Важно здесь Здесь уже можно кадрировать Правильным образом Ну, это уже более понятно И это уже как бы отдельная тема Давайте закроем данную картинку Ну, и давайте для примера еще возьмем одну картинку Допустим, вот этот пейзаж Он довольно темный Да, вот здесь уже видно, что пейзаж Довольно темный И, ну, конечно, здесь потребуется коррекция То есть, если бы мы снимали в JPEG То вот эта фотография в таком виде практически она и была бы Но сейчас мы ее заметно улучшим и исправим И что для этого сделаем Давайте опять выберем, значит, Picture Control Ну, пусть будет опять же пейзаж Давайте сразу удалим хроматические аберрации на всякий случай И активируем коррекцию профиля Чтобы нам убрать геометрические искажения Так, теперь давайте разберемся с горизонтом Попробуем, есть что-то какие-то изменения здесь у нас Да, немножко горизонт у нас исправился И Сейчас Самое важное Это нам надо исправить экспозицию Потому что здесь Довольно темное изображение Давайте попробуем Немножко прибавить экспозицию Немножко на какие-то единицы Так, чтобы нам и не пересветить Ну, плюс 0.15 у меня получилось Я думаю, что это будет достаточно Можно прибавить вот здесь белого цвета Это также нам немножко осветлит Но тоже не переборщить, чтобы не потерять вот этот свет художественный И в тенях очень темно Давайте исправлять тени И вот это, что называется, тягучесть Тягучесть файлов неф Вот мы из такого вот темного-темного состояния Высветляем тени И в тенях у нас появляется нормальный свет И хорошо все видно в тенях Ну и для Попробуем давайте приглушить немножко свет Чтобы сделать немножко пофактурнее облака Ну вот, не знаю То есть гистограмма здесь уже у нас имеет вполне нормальный вид Может быть чуть-чуть еще Давайте попробуем осветлить вот так Вот так, может быть посветлее Будет даже и лучше И немножко даже здесь темные моменты тоже прибавим Так, и в общем-то на этом все То есть дальше я открываю это изображение в Photoshop И уже дальше делаю кадрирование Убираю ненужные объекты И в общем-то все необходимое я делаю уже в Photoshop То есть файл у меня готов для дальнейшей обработки Итак, как вы видели Конвертация файлов NF довольно проста Не занимает много времени Не требует особых знаний Но при этом позволяет довести файл до идеального состояния Без потери качества Максимально довести до идеального состояния композицию Отрегулировать баланс белого И исправить те геометрические искажения оптики Которые заложены физически в самом фотоаппарате И вот такими нехитрыми действиями Снимая в NF мы получаем максимальное качество фотографий На Nikon D3300 На самом деле возможности Adobe Camera Raw Они намного больше И там есть возможность и детальной цветокоррекции И улучшения резкости И коррекции каждого цвета Но это требует, конечно же, дополнительных знаний И если вы в этом не очень хорошо разбираетесь То, по моему мнению, лучше туда и не соваться Потому что испортить фотографию очень просто А улучшить ее требуются определенные навыки В принципе, Nikon D3300 Чаще всего, в 90% случаев Довольно хорошо определяет экспозицию Довольно хорошо определяет баланс белого И коррекция экспозиции требуется там, конечно, где сложный свет Где излишний пересвет неба, допустим Или затемнение в тенях Там это неизбежно Здесь камера справиться не может И вот такая конвертация Она нам помогает вытянуть безнадежный, казалось бы, файл Темный или слишком светлый До нужного состояния И получить оптимальное качество Вот поэтому придерживайтесь этого правила Снимайте все-таки в NEV И конвертируйте затем И уже сохраняйте, обрабатывайте JPEG Как вам это будет удобно А у меня на сегодня все Если вам что-то еще интересно По Nikon D3300 Пожалуйста, задавайте вопросы Я могу и продолжить свое видео в школу А пока ставьте лайки И подписывайтесь на мой канал До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...